здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос насколько праведно полагаться на мнение только одного священника и следовать его советам с одной стороны друзья мои конечно хорошо чтобы тебя был один духовник и все который знает про тебя в общем-то все про ту духовную жизнь немножко про земную так чтобы это можно было понимать о чем речь и насколько знание твоего земного бытия поможет решить вы духовные проблемы другой стороны ул бывает так что священник начинает младостарчествовать и превращать ваши отношения в отношения какие должны быть только у сталца и послушника мудрого монаха его ученикам которые предполагают абсолютно послушание и некоторые вполне себе мирские это жена ты батюшки белое духовенство да не только но очень-то да любое позволяет такое некоторое духовное насилие над своими духовными чадами говоря о том что ну ты же духовный чад и значит должно прослушаться или должен и прям такую серьезную власть имеет над умами и жизнями людей и некоторых такая власть сводит с ума и кто-то даже лишается сана в итоге хотя конечно популярность свою практически не лишается наоборот даже приобретать некоторых орел мученичества вот же сказал христос что за имя мое будут вас поносить и гнать блажен и изгнаны правды ради раз вас гонят то точно сто процентов правды ради никак иначе хотя апостол павел говорит христианам если вас гонят не потому чтобы христиане а за вор и лжицы и негодяи не надо всякое гонение осуществляемое на христианина считать гонением религиозным и сакральным но вот у нас так уж понеслось раз уж какой-то батюшка сана лишается после многих-многих церковных судов выяснения отношений с правящим архиереями и так далее и тому подобное то это как бы внимание не берется наоборот даже приобретается и некоторые орел страстотерпчества в общем не дай бог нам друзьям попасть вот в такую псевдо православную секту под влияние таких лжедуховников и уж тем более после того как они становятся в оппозицию церкви церкви матери продолжать свою деятельность даже будучи лишён на сан или их или находящийся в запрете поэтому хорошо доверять мнением других не злоупотреблять этим прошу семьи нянек дитя без глаза есть такие подписчицы у меня спрашивают у всех батюшек в интернете даже замечание делают когда видят что человек подписан на многих священников и тому задала вопрос второму третьему четвертому пятому шестому седьмому и везде и ждет же когда какой-то из интернет миссионеров скажет тебе то что ты хочешь услышать вот это настоящий батюшка вот вот наконец-то хоть кто-то не такой как эти маркобесы 190 батюшек запретили причащаться учитывая мое блудное сожительство с молодым человеком или старым а вот этот батюшка хорош он разрешил вот настоящий батюшка любящий людей они вот эти маркобесы закосневшие в буританских законах и канонах но это такое так что не надо искать других священников которые вам скажут не то что наверняка сказал бы вам ваш духовник и переблагословляться тоже такой традиции нет если уже кто-то благословил тот снять благословение скажем так может только тот кто вам его дал но все равно проверяете любого священника евангелия если в евангельском духе он говорит духе любви и порядка в духе снисхождение и применение евангельских заповедей к конкретной ситуации они общими шаблонами в общем будьте мудры как змеи будьте просты как голуби в этом вопросе дай бог вам найти хороший батюшка хороший духовников вот если уже кто-то есть это не значит что не надо слушать других хороших батюшек на каких-нибудь православных телеканалах на портале экзегет наших переосвященных владыки митрополитов святейшего патриарха слушайте их и выразумляйтесь читайте евангелие читайте послание читайте толкование чем больше будете внутри церкви тем больше будет понимать какого духа ваш духовник внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео